В России снова упали цены. Искусственный интеллект скоро станет умнее человека. Льготную ипотеку могут распространить на вторичное жилье. Турция вводит торговые ограничения против Израиля. В Центральном банке назвали темпы роста российской экономики впечатляющими. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Всем бодрого начала дня. И давайте начнем с графиков. Как всегда, российский фондовый рынок продолжает свой бурный рост. Уже практически полностью отыграно все падение, начиная с февраля 2022 года. И кто на дне не испугался и закупался, тот сейчас, конечно, в шоколаде. Очень даже неплохом. Ну и в целом, пока позитива для российского фондового рынка достаточно много. Но прежде всего это высокие цены на нефть, которые мы сегодня видим. Америка немножечко пытается развернуться от своего грандиозного роста. Цены на нефть, как мы говорили, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке достаточно высокие. Около 90 долларов за баррель нефти марки Brent. Российская Юрлс уже, хотя по ней порог покупок вроде как 60, но она уже ближе к 77, по-моему, подходит в текущий момент. Ну а доллар США около 93 рублей. Вот пока держится на этом уровне. Посмотрим, как долго продержится. Потому что высокие цены на нефть, опять же, несколько помогают курсу и способствуют тому, чтобы удержать его на этом уровне. Но если цены пойдут вниз на нефть, либо произойдут какие-то иные неожиданные события, которые регулярно у нас происходят, мы можем увидеть все-таки ближе к 100, как и многие прогнозируют в текущий момент. Ну а биткоин растет быстрее даже, чем чужие дети. Снова дорос до 69 тысяч долларов. И давайте перейдем непосредственно к новостям. Новость касательно инфляции. Индекс кофе с бутербродом во второй половине марта снизился на 4,4 пункта. Он отражает картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака. Так что приятного аппетита утренние калории стали немного дешевле и выгоднее. С 16 по 31 мая марта, прошу прощения, средний чек снизился по огурцам на 12%. Ветчина на 5% подешевела. Сахар на 5%. Кофе на 3,5%. Батон на 2,5%. Сыр на 1,5%. Сливочное масло на 0,6%. Вот иногда и цены идут вниз. Но в целом действительно эффект замедления инфляции относительно того, что был в прошлом году, наблюдается. Главное, чтобы он продержался достаточно долго, а не рванул в какой-то момент вверх. Но ЦБ заявляет, что у них все под контролем. Ну а как может быть иначе? Рубль стал главной внешней торговой валютой России. Доля рубля в расчетах за экспорт выросла до почти 42%. В импорте до рекордных 38%. То есть с России все больше Россия. И с России рассчитываются рублями же. Это, конечно, для России гораздо более спокойно, безопасно и комфортно, чем рассчитываться в долларах. Которыми сейчас, в общем-то, Россия полноценно не очень может оперировать. Ну и другими валютами тоже. Хотя на другие местные валюты также постепенно переключается внимание. Глава ЦБ Набиулина заявила, что высокая ключевая ставка не вредит росту экономики России. Далее цитируем. Жесткая денежная кредитная политика тормозит инфляцию. Мол, вот такая высокая ставка по инфляции бьет, потому что деньги становятся дороже. Люди все меньше и корпорации берут кредитов. И меньше на них что-то покупают. Цены как бы замедляются. Их рост. Но экономика в четвертом квартале прошлого года и в начале этого года продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста. Ну, мол, ничего страшного, посидите и с такой высокой ставкой. Мы инфляцию поборем как-нибудь. Но на самом деле это некоторая иллюзия, на мой взгляд. И тут немножечко у нас лукавит глава ЦБ в том плане, что высокая ключевая ставка не вредит росту экономики. Ну, нет, так не бывает. Потому что, конечно же, это сильно бьет по возможностям развития. Да, сейчас еще скорее по инерции вот как-то этот рост продолжается на фоне того, что делалось ранее. Но держать ее далее долго это опасно. А второе заявление главы ЦБ, что ЦБ против поддержки экономики за счет печатания денег. Сейчас в ЦБ, говорит глава Центрального банка, поступает много предложений. А давайте подпечатаем деньги для раздачи дешевых кредитов компаниям на развитие производства. Что на это отвечает Набиулина? Весь мой опыт и опыт других стран показывает, что длинных кредитов по низкой ставке не бывает при высокой инфляции. Высокая инфляция – это цена, которую платят наши граждане. Если мы снижаем ключевую ставку, то есть кредиты становятся дешевыми, денег становится больше, ну и, собственно, инфляция растет. Ну, это так, я сокращаю ее фразу, там длинная. Речь была, почему надо залезать в карман людей через высокие цены, чтобы финансировать рост экономики. Рост экономики нужно финансировать за счет других источников прибыли компаний. Ну, с одной стороны, как бы звучит разумно, и позиция с другой. Мы видим, во-первых, когда она ссылается на опыт других стран, что страны США, Китай, Евросоюз, многие страны, они очень даже лихо печатают деньги. Да, это приводит к своим проблемам, как огромный госдолг в США, но, тем не менее, деньги печатают. Поэтому апеллирование к другим странам тут не очень очевидно. Второе, что компании могут финансироваться за счет собственной прибыли. Тут тоже, на мой взгляд, идет некое лукавство. В чем оно? Что, да, крупные корпорации нефтегазовые, которые сейчас при высоких ценах на нефть получают сверхприбыль, или банки, которые у нас традиционно не бедствуют, у них много ресурсов, они могут развиваться за счет них. Но масса компаний помельче, малый, средний бизнес, кто не имеет доступа, допустим, к нефтегазовым доходам огромным, у них нет таких больших ресурсов, чтобы развиваться чисто на прибыль. Давайте приведу простой пример. То есть у компании есть какой-то завод, она хочет построить второй завод. Откуда ей взять деньги? То есть на собственную прибыль она будет копить на запуск этого завода 10 лет. Так никто не делает. То есть обычно берется кредит и строится, собственно, этот самый завод. Ну или что-то иное. И поэтому финансирование через кредитование считается драйвером развития экономики. Что компании могут брать деньги, ну и люди тоже, и с помощью них увеличивать ценность, которая есть вокруг, добавленную стоимость. Зато другое заявление откуда не ждали. Центральный банк поддержал использование криптовалют для расчетов. До этого то была риторика, что никогда ни при каком случае давайте вообще линчевать всех, у кого есть хоть какая-то крипта. А теперь ЦБ выступил за быстрое, не просто принятие, а быстрое принятие норм для экспериментального использования крипты во внешнеэкономических расчетах. То есть криптовалюты очень быстро прошли путь от странного хобби IT-гиков до средств расчетов между государствами. Хотя совсем недавно заявлялось, что никогда и ни за что. Путин поручил внедрить льготную ипотеку на вторичное жилье. Для семьи с детьми дать возможность использовать льготную ипотеку, но не везде. На вторичку, а в тех населенных пунктах, где жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме. Много есть городов, поселков, где в принципе ничего нового не строится. И чтобы там люди могли все-таки как-то более активно семьи с детьми использовать и покупать себе жилье, для них предлагается распространить льготную ипотеку, в том числе на вторичку, а не только новостройки. С какими странами Россия торгует больше всего? На первом месте Китай, Индия и Турция. Главные партнеры по итогам 2023 года. Хотя с Турцией есть сейчас сложности со взаиморасчетами, торговля, тем не менее, каким-то образом идет. Опираясь, видимо, на посредников в третьих странах, взаимообмен, ну и, конечно, честное турецкое слово, какие тут могут быть сомнения. Российские компании заплатят в 2024 году 5,1 триллиона рублей дивидендов. Будут очень большие дивиденды по итогам прошлого года. И, опять же, если столь высокие цены на нефть продержатся еще несколько месяцев, то следующий год, скорее всего, будет тоже весьма-весьма устный. Это согласно расчетам экономистов и стенков инвестиций. Напишите, кстати, ждете ли вы дивиденды и по каким акциям, что у вас из дивидендных компаний наших есть. Вокруг Санкт-Петербурга построят еще одно дорожное кольцо. Это поручил президент правительству и госкомпании «Росавтодор» принять решение о начале строительства автомобильного обхода Санкт-Петербурга. Проект будет называться «Кад-2». Питерский «Кад» будут пытаться разгрузить, чтобы этот самый «Кад» не превратился в ад. В каких регионах больше всего просроченных кредитов? Платежная дисциплина в целом заемщиков улучшилась почти во всех регионах. Выросла доля просроченных кредитов только в республике Ингушетия, где 11,76% кредитов имеют просрочку по платежам. Ну, а в целом на юге больше просроченных кредитов почему-то, чем в северной части. Получается, в более холодных регионах люди и к финансам подходят с холодной головой. Но или просто там зарплаты несколько выше и меньше косячат по кредитам. Обновленную версию «Аурос-Сенат» представят на инаугурации президента России. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Пока непонятно, как именно они полноценно представят. Ну, кроме того, что выехать на нем можно. Но, может быть, будут рассказывать характеристики машины, положив руку на Конституцию. Аналитики предсказали рост капитализации рынка Индии в 10 раз аж за 20 лет. Сейчас он 4,6 триллиона долларов. Но рыночная стоимость может вырасти по меньшей мере до 40 триллионов долларов в ближайшие 20 лет. Но дальше, если посмотреть детали этой новости, то оказывается, что в основном прогнозируют это сами индийские брокеры и инвесткомпании, которые предлагают услуги по инвестированию в Индию. Ну, странно было бы, наверное, слышать от индийских брокеров, что все инвестируем в норникель. Нет, они своих качают и говорят, что сразу в 10 раз все вырастет. Турция вводит ограничения на экспорт товаров в Израиль. С 9 апреля 54 позиции промышленных товаров в связи с военной операцией израильской армии в секторе газа. Израиль в ответ примет меры и попросит США прекратить инвестиции в турецкую экономику и ввести санкции против Анкары, заявил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац. В данном случае Кац не предлагает сдаться. В завершение новость от нашего дорогого Илона Маска, который заявил, что уже в 25-м году искусственный интеллект станет умнее человека. Причем не просто умнее какого-то среднестатистического, а умнее самого умного человека. В течение следующих пяти лет возможности так называемого искусственного интеллекта, способного выполнять умственную работу на человеческом уровне, превзойдут возможности вообще всех людей. Возможно, пора уже защищать наши пункты управления ядерными объектами с помощью картины, где надо отметить все мотоциклы. На этом на сегодня все. Если новости были для вас полезны, выпуск, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, напишите комментарий в поддержку канала. Будем за это вам благодарны. Удачи! Друзья, мы с командой подготовили для вас бесплатный финансовый практикум на тему инвестиций, который позволит существенно лучше разобраться в этом инструменте. Без сложных заданий, без долгих каких-то муторных вебинаров, с любым уровнем знаний, можно пройти и, выполняя конкретные несложные практические задания, существенно улучшить свое понимание мира денег. Практикум состоит из четырех уроков, к ним идут домашние задания. Важно, что домашние задания надо будет все-таки выполнять, чтобы был эффект, чтобы это не просто вот что-то новое узнали. Но по ним мы даем обратную связь нашей команды и я в том числе, чтобы вы уже во время прохождения практикума начали выполнять задания и получать какие-то результаты. Я знаю, что вечно не хватает времени, это стандартная проблема для всех, но вам нужно всего лишь около 30 минут в день, чтобы пройти эти уроки. Полчаса, ну мне кажется, это не так уж и много. Можно проинвестировать полчаса своего времени в повышение своего финансового образования, чтобы получить что-то полезное для себя. За четыре урока вы сделаете то, на что многие люди тратят месяцы, а то и вообще за всю жизнь так и не реализуют. Мы разберем топ-10 финансовых ошибок начинающих инвесторов, из-за которых теряют миллионы часто. Мы с вами заставим деньги работать на себя, используя принцип Уоррена Баффета. Это будет второй урок. Третий урок. Вычислим точную сумму, которая необходима вам для вашей финансовой свободы. Ну и четвертый урок будет посвящен самым действенным методам приумножения капитала и создания пассивного дохода, которые будут актуальны в ближайшее время. Практикум подойдет тем, кто хочет навести порядок в личных финансах, начать инвестировать, получить обратную связь по заданиям от нашей команды, где-то от меня лично. А на скриншотах сейчас вы можете почитать множество отзывов тех, кто уже прошел практикум, что пишут эти люди. Мы ничего не придумываем, берем вот то, что люди нам, собственно, писали в Телеграм. У нас практикум реализован на платформе Телеграм. Можете посмотреть, отзывов действительно довольно много. Вот так выглядит чат, там много участников. Практикум полностью бесплатный, поэтому проходите по ссылке под этим видео, участвуйте и, самое главное, пригняйте и внедряйте полученные знания, чтобы это не оставалось голой теорией. Жду вас. Удачи.